Покупались уже? Молодцы, умнички! Не купались? А, Антошка купался. Молодцы, вместе с уточками. Не холодно? Молодец. Да, ну Валерочка, конечно, у нас сегодня вообще чудо природы. Оделся тепло, потому что не закаленный. Совершенно не закаленный ребенок. Да, Валер? Валер, закаляйся. Смотри, как наши детки закаляются. Хотя бы просто даже походи по бережку босичком. Для начала по чуть-чуть начинай. Так каждый день. Потом увеличивай, увеличивай. Ты же смотри, ты тоже, как и мы, как и детки наши, вырос на озере. И у вас небольшая вообще разница с моим сыном. У тебя же вообще небольшая разница, что там два с половиной года. Это ерунда. Понимаешь? Ты родился, когда моему сыну было два с половиной годика всего лишь. И вы вот так различаетесь. У вас различия колоссальны. А какого? Двухтысячного? Да. Ого. Так что... Три нуля. Три нуля. Ноль, ноль, ноль. Агент? Агент ноль, ноль, два. А он ноль, ноль, два, да. А мы пять, ноль, ноль, два. Да. Какой? Ты что? Вы два, ноль, ноль, пять. Да. Да. У вас побольше. У вас пять лет разница. Ну, тоже невелика разница с Олежей. Пять лет это тоже. Смотри, Олежеку будет девяносто пять, а Даши девяносто. Всего лишь. Всего лишь девяносто дальше будет. Да, Даш? Да. Сильно вы отличаться будете? Да. Нет? Какие-то летают. Да. Где, где, где? А давайте посмотрим. А давайте посмотрим, кто у нас тут летает. Да, в общем, Валера болеет, я смотрю. Валерочка приболел, сказал. Я уже выздоровлю. Сокол. Сокол. Сокол летает. Сокол? Сокол, да. Даш, показать приколу? Да. Сокол. Охотник. Охотится. Ты не прикол, Даш? Сейчас я тебе покажу. Давай, покажи прикол. Ой, 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 ой. Раз, два, три. Опа. Ой. Назад скорей. Сквозь. И выходит. Это зоби. Зоби. Быстренько, быстренько. Вытираемся. Вытираемся. Вы видели? Да, 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 да. С такими круглыми глазами. А я как-то не ходу. Валера, у вас тоже одна неделька каникул, да? Да. Хорошо. 3 апреля выходим. Ага, у Олежика было до этого. А завтра посмотрим, как мы сок собрали. А, да, кстати, мы завтра пойдем. Мы завтра пойдем в лес. Валера, мы завтра уходим в лес. Нас завтра не ждите. Даш, конечно. Нас завтра не ждите. Ну, где-то часиков в 12 пойдем. Мне до 12 у меня куча дел надо попеределывать. Хорошо, ребят? Да. Чтоб я все дела закончила до 12. А потом пойдем. Так что, а вы бабушке помогаете. Хорошо. Мы песок возили. Да, вы сегодня помогали много. Как мы вчера наблюдали, столько уточек прилетело. Прилетело на вашу. Вот тут было. Я еще пойду. Давай, уже всех уточек распугали. Ой, ой. Раз, два, три. Вышло. А что, до 3 секунд, что ли? Ну, и хватит пока, да. А я там и 10 секунд был. Я же полночу. И вытираться. И вытираться. А кто это у нас там катается, ребята? А чего он там катается? Мне можно в этой кофте. Смотрите, там чужая дача. Чего он там есть? Потому что он милый. Надо проверить. Нет. Может, он объехать хочет. Я не знаю, но надо проверить. Что это там у нас чужие ходят? Нас тут мало. А вот собачка, собачка за ним побежала. Это, наверное... А Снежка далеко. Да, там собачка. Чья собака побежала? Валера, а у тебя животные есть? На даче? Нет, дома. Дома нет. А на даче? На даче есть. Кто? Собаки. Сколько собачек у нас? Двое. Две собачки. Понятно. У нас сейчас пять или шесть собак. Шесть собак. И сколько? Одиннадцать кошек. Двенадцать. Двенадцать. Валера, а ты после окончания школы куда собираешься? Буду поступать, наверное, в большее учебное студение. Не, ну понятно, высшее учебное все будут поступать. Ты мне скажи конкретно, Валерочка, куда ты хочешь? Кем ты хочешь стать? Возможно, если у меня с иностранными языками все хорошо, то я, возможно, пойду на переводчик. Вот умничка, молодец. А я на переводчик. А еще дальше. А что ты переводить будешь? С какого на какой? Ну, я думаю, если будет... Испанский, английский? Ну, может быть, испанский и английский. Может быть, я поступлю на испано-английскую филологию. Да, это очень хорошо. А я бы кондитером. Ты кондитером хочешь быть? Да. Знаете, сколько я работаю? Буду такие торты петь. Много. Тетя Таня, тетя Таня, дядя Олега, сестра, она кондитер. Она и в Германии кондитер. По новостям говорили, 10 тысяч в месяц или сколько даже. Ну, не важно сколько. Главное для людей. И самое главное, чтобы работа принесла удовольствие. Не для денег. Если ты делаешь... Антон, если ты что-то делаешь ради денег, у тебя ничего не получится. У тебя Бог твой талант заберет. Ты знаешь об этом? Ты должен делать ради того, чтобы благословить ближнего. От души. А если пришел к тебе человек и говорит, у меня денег нет, но я хочу попробовать, дай, пожалуйста, но нет у меня денег. Что ты должен будешь сделать? Отдачь ему. Благословить должен будешь? Да. Конечно. Тебя же многие благословляют, правильно? И тетя Катя приезжает, вас всегда благословляют? Да. Вы рады всегда? Ну и вот точно так и другие люди. Знаете, что самое главное? Что? Чтобы было удовольствие. Чтобы вам же было приятно работать с хорошим настроением каждый день. Правильно. А деньги, финансы это не особо важно. Правильно, правильно. Финансы придут, если ты от души работаешь. Да. Финансы придут, Господь Бог даст, все даст. Если у тебя с языками все, если у тебя талант будет, талант будет, только его делать надо расходовать на благо людям. Свой талант расходуем на благо людям, и все будет. Вот все будет, верьте мне. Будет у вас все, у вас Господь Бог благословит. Мы же за вас молимся. Мы же за вас молимся. Да. Даша, ты же ходишь в живую церковь? Да. Или ты ходишь? Или ты никуда не ходишь? Хожу. Ходишь. Вот, Антошка, ты ходишь в живую церковь? Да. Ходишь тоже. А вы поете там? Да. Ты не поешь? Ну, когда поют другие, там всякие песни, то мы тоже поем. Ну, я пою. Молодцы, умнички. Там даже есть... А вы ходили в воскресную школу? Не ходили в воскресную школу? Ходили. А, ходили? Нет. В Снег. Почему? Мы ходили в воскресную школу. А, куда вы ходили? Это когда у нас весенние каникулы были? Да, да, да. То какой-то в церковь, именно в школу, типа какой-то собирали детей. А, это школа или какой-то типа лагерь. А, это христианский лагерь. Это вы в христианском лагере. Вам понравилось? Вы там молились? Да, это христианский лагерь. Там надо уезжать вечером. Да. Это вы были в христианском лагере. Понятно. Понравилось вам? Да. Я был римлян. Аташа, как-то я не понял. Я уже не понял. На букву Р, по-моему. На букву М. Или С. С, по-моему. С, Сафия. Какая-то Сафия. А, кто же... Кто же был? Сара? Нет. Не Сара? А кем же была? Римлян. Воином римским. Нет, у нас именно группа называлась Рим. А, ясно. У них... И мы еще какие-то, знаете, как римляне носили какие-то такие... А, веночки, веночки. Я поняла. Из лаврового листа. Из лавра. Да, только мы делали из... Ну, сделаны. Только мы делали из бумаги. Только наш капитан был. А мы в таких белых халатах были. А, ясно. Так, Валерочка. Ну, давай ты тоже вступай с нами в разговор. Все-то ты молчишь, ты молчишь. Да. А, нет, я тоже хожу в церкви. В церковь тоже ходишь. Молодец. В воскресную школу тоже ходишь. Тоже ходишь? Умничка, а в какую церковь ты ходишь? Ну, такую... Сейчас я вспомню. Нет, в Херсоне где ты ходишь? В церковь расположена где-то возле парка. Возле парка Ленина вроде бы как так. Да. Ну, в общем, я туда хожу как исповедоваться, воскресную школу. А, молодец, умничка. Но больше всего я... Будет у меня еще такая возможность, я приду в церковь. Мне еще нужно исповедоваться. Да ты что. А что у тебя? Проблемы какие-то? Духовные. Да, есть некоторые проблемы у меня есть. Да ты что. Но ничего, я с ними справлюсь. Да? У меня никогда не было таких крупных проблем. Но я с ними справлюсь. Да, если ты... Но я с тебе... Они подкратываются. Да, они любят тебя. Мы же любим тебя, ты же знаешь. Ты вообще знаешь, что мы любим тебя? Я знаю. Ты знаешь, что мы к тебе очень дружески? Мы тебя очень... Вот мы хотим, чтобы ты знал. А посмотри, как они радуются, когда ты к нам приходишь. Посмотри, сколько радости. Я тоже рада. Ты видишь? Да. Только ты редко приходишь. Ой. Вот так. Так, ну когда на рыбалку-то? Рыбалка. Так, все, переодеваться. Быстрее. Бегом, бегом. Идемте скорее. Мы еще просто планировали еще после того, как они покупаются. Им переодеться надо, они мокрые. Трусики быстренько переоделись. Пошлите. Идемте. Какая красота. Валера, я тебя рада видеть с открытием сезона. Единственное, что мне не нравится, что ты, когда приезжаешь в марте месяце, сюда болеешь. Всегда болеешь. Потому что вот всегда, что в прошлом году, что в этом году. И одет так тепло. Сегодня 27 градусов тепла. Ты одет, как будто бы ты это самое, на северном полюсе. Сегодня, смотри, в Херсоне сегодня было 20. У нас плюс 7. 27. Мы посмотрели на солнце, на градусник и увидели 27. Я думаю, ничего себе. На солнышке, на солнышке. Думаю, ничего себе. 27 градусов. Быстро побежала купаться. Выбежала. Я посмотрела, вас нету. Я искупалась, потом набрала воды. Бегом. И тут вы прибегаете, тетя Катя, купаться. А вот я уже все. А я просто шел, шел, шел и заметил там, кто там так копает. Ну как кто копает? Я видел Антон там. Антошка, мы. У нас тут свои дела. У нас тут веселая компашка. Трудяшка. Антошка, трудяшка. Антошка, помнишь про себя песню? Антошка, Антошка. Да, ну это не про него. Про него другая песня. Ой, подождите, я не уронила там перчатку. Тоже одна перчатка? Да, точно. А вы пришли с одной. Там нету, да? Посмотрите, сбегайте. Да, сбегайте. Вон, вон там вот не валяется. Вроде бы я брала еще. Что нет, мы пришли без перчатки. Сам удивился. А, ну все, тогда не надо. Потому что я там работаю. Выбежала, думаю, посмотрю. Поснимаю вас немножко. Трудяшка. Ой, какая прелесть. Весна на Заречной улице у нас. А вы помните Машу и Настю? Да, помню. Они мне сегодня не звонили. Твои подруги? Да. Ну, они, наверное, уже от меня с ума сошли уже. Ну, почему они от тебя с ума сошли? Я не знаю. Потому что я помню, когда у них были там, у нас были каникулы раньше. Ага. Вот так вот звонит мне на уроке Маша. Да ты что? А ты не отключаешь телефону? Нет, я отключаю. Слушайте, смотрите, у нас уже цветут эти, абрикосы. Да. А, это ранние. Ранние, конечно, ранние. Раз цветут. Вот они, абрикоски. Зацвели. Уж давно. Так, абрикосы в саду. Посмотри. Дашенька, спой песенку. Ты так очаровательно поешь. Да любую. Я люблю, когда ты поешь. Вот. Так мне надо, чтобы была мелодия. Ну, мелодию спой. Спой. Валера-то не слышал, как ты в этом году поешь? Видишь, Даша ходит на музыку. Олежек закончил музыкальную школу. И в этом году просто на оркестр ходит. На саксофоне. Никак он с этой школой со своей не может распрощаться. Ему уже дали аттестат. Ему уже сказали. Все, Олежек. Но он ходит на оркестр, потому что он один из ответственных. Он же на День Победы играет в городском оркестре. Знаешь, где Вечный Огонь? Да. И там же Олежек все время играет в духовом оркестре. И какие-то мероприятия городские он постоянны в городском своем оркестре. Слушайте, какая прелесть, ребята. Весна уже вовсю. Вовсю. А в Херсоне холодно. А в деревне Гадюки на дожди. Нет. А у нас тепло и красота. Вы знаете, вчера по телефону разговаривала с мужем. И он говорит, у нас холодно. Я говорю, а у нас тепло. Он не верит. Я говорю, купались. Не, ну конечно он верит. Он знает, что я люблю, когда никого нет купаться. И терпеть не могу, когда куча народа. Я тоже. Все, пошли. Иди, скорее, скорее, одевайся. Мне тоже нравится, когда очень много людей. Да, так что у нас уже цветут деревья. Надо вот эти листья поджечь. Дяди Коли нету, поджечь некому. Ну все, пока-пока, ребятки. Пока, Валерочка. Пока, дорогие мои. Пока, любимые.